Итак, всем привет, с вами БФГ, продолжаем играть за США, в World of Lies. В прошлой серии мы тут начали операцию в Северной Африке, начали уже островами здесь заниматься, здесь немножко механизированными войсками подвинулись, перебросили уже некоторое количество танков, то есть две танковые армии полноценные в Британию, сюда же механизированные наши подходят единицы, еще третью танковую мы готовим, готовые механизированные до 12, и у нас уже готовы наши механизированные, собственно говоря, морские десантники. Просто куда хочу я их применить в первую очередь, и я думаю, мы пойдем по более-менее историческому пути, мы будем уже планировать высадки, я думаю, сначала в Италию, да, подбивать здесь острова, выкрепиться здесь где-нибудь, вот эту механизированную перебросить сюда, а затем еще из севера нанести удар, собственно говоря, нашими вот этими механизированными войсками, перебросить отсюда наших морпехов механизированных, здесь где-нибудь найти хороший пункт для выставки, вообще их здесь много, здесь куча портов, у немца очень не хватает дивизий для гарнизонов, вообще немец в очень грустном состоянии, он просто жутко выбомблен, и он уже начал задавать позиции самой Германии, не просто возвращать, так сказать, захваченные здесь территории, а реально Германию сдавать. И я, знаете, что думаю, надо все вот это выбрать, и что я подумал, вот эти можно не бомбить фабрики, да, по той простой причине, что у Германии-то на самом деле, ну, хватит ресурсов, яишка здесь умеет читерить с ресурсами, с нефтью как будто тоже, но, объективно говоря, мы их просто уничтожим вот так, я думаю, нам достаточно будет просто выбомбить всю военную промышленность Германии, и она не сможет, ну, ничего делать. Советский Союз, ну, очень жестко вдушивает здесь их войска, вообще какие-то окружения там, как бы он сейчас уже на территорию Румынии заходит, и с этим я как раз таки подумал, что давайте-ка сюда уже высаживаться, думать о Втором фронте здесь, так сказать, о Втором с половиной фронте здесь, а здесь будем, ну, потихоньку двигаться тоже параллельно. Поехали. А флот, кстати говоря, я подумал, у меня здесь до августа осталась фигня, да, несколько месяцев, давайте дождемся постройки уже новых авианосцев, и уже с ними, они сразу, пускай, деплоятся, пожалуй, вот сюда, поедут наши корабли уже с японцами сражаться, давайте, да, дождемся еще двух, чтобы была прям полная мощь. Британия, кстати говоря, качнул еще техи на авиабазы, значит, ну что, правильно, застраиваем больше авиабаз, потому что, ну, они занимаются нашими стратами, они занимаются британскими самолетами, британскими тоже стратами, я еще и авиацию вот такую тоже деплою, потому что у нас здесь пытаются перехватывать по пути, как бы, здесь 4000 немецких истребителей, вот здесь вот пытаются с нашими бороться, просто так, при этом теряя больше, пока, тем временем, наши стратегические бомбардировщики выбамливают здесь всю их промышленность. И вот это я бы, наверное, перебросил, наверное, вот сюда, здесь должно быть побольше, я думаю, промышленности. Итак, продолжаем здесь островные операции, здесь наши войска. Давайте ликвидируем японские здесь войска в окружении. И будем сейчас сюда заходить, параллельно, у них здесь, видите, с надобжением приколы теперь получились после капитуляции. Давайте этим активно пользоваться и начинать наступать здесь. Здесь же наши войска разобрались с этими ребятами. Давайте начнем идти вот сюда, в сторону Италии. Надо заметить, что здесь итальянская нефть имеется. Ну-ка. Вот. 38 нефти. Надо бы с ней тоже, обязательно, разобраться. А с Нидерландами какие-то приколы, то есть у них резина, то нету. Очень странно это работает. Ну ладно, тогда купим в Британии взамен. Итак, наши войска подходят. Если здесь гарнизон, главный вопрос. А гарнизона, судя по всему, нету, раз они уже идут. Здесь наши корабли немножко терпят авиационные удары. Сейчас мы заберем остров, да, можно возвращаться сюда, пускай они там снова чинятся. А здесь мы продолжаем вот сюда нашу компанию по островам. Здесь, видимо, хотели ребята гениальные эти разработчики мода сделать так, чтобы нельзя было переназначать дивизии, которые уже поплыли. Видимо, чтобы не нажимать вот этот приказ, скорее всего, не знаю. И типа, из-за этого, когда у тебя активен морской этот, нельзя нельзя переназначать дивизии. Очень, короче, странная какая-то херня. У нас вот сюда сейчас поедут дивизии. А, ну, не сейчас, но как мы здесь вернем территорию. Будем, я думаю, высаживаться здесь. И, я думаю, можно начинать какую-то выску здесь планировать тоже. Да. Опять-таки, куда мы хотим высадиться? Здесь давайте посмотрим вот на вот это. Береговые укрепления здесь какие-то безумно большие. Да. А вот здесь они выглядят, ну, уже умеренными. Давайте сюда и попробуем высадиться. Краймере, ну, сюда мы начнем наше планирование делать. Единственное, за что я волнуюсь, чтобы эти дивизии там все не погорели. Их там 10 штук. Они вот на провинции могут сгореть. Надеюсь, такого не произойдет. Кстати говоря, есть еще апгрейды для нашей всей пехоты. Вот этой вот. Тоже мы это все будем делать. Некоторые прям полезные, но не слишком сейчас. Вот это, допустим, можно взять. По грейдам, конечно, мы уже далеко уходим. Все-таки даты уже такие далекие. 43-й год посерединке уже к 44-м почти. Вот так что выскочил ивент в Булгарии Switch Sides. Булгария перешла на сторону Советского Союза. Да, наступление, ух, какая, какой ужас. Для Германии для нас, конечно, плюс, но надо не слишком много дать советов заходить, хотя по факту они уже и так, ну, очень много варскор имеют и вряд ли мы сможем прям перебить их вот этот безумный варскор. Ну, посмотрим. Если говоря, японские танки мы встречаем, конечно, они смешные, наш механ с ними легко расправляется, но сам факт того, что японцы делали танки, немного даже забавляет, я бы сказал. Вот так, здесь выско готово. Пробуем опять-таки забрать остров. И я, по-моему, не вижу там никакого гарнизона. Судя по всему, этот остров наш. У нас там еще был вот здесь вот ивент удержать Маршаловы острова, но судя по всему мы их удерживаем, наверное, вот эти, я не знаю, честно говоря. Пустите, если это не они, но я за них реально не шарю. И, ну, мы продолжаем какая-то все три острова, это одна провинция, окей. Здесь мы давайте-ка... А? Так, они в пути, ладно. Здесь, видимо, плохо отображается, но они, судя по всему, в пути. Да все окей. А вы давайте чинитесь пока что, пока мы не атакуем. Смотрите просто, какое безумие делают наши самолеты. Ладно, на самом деле не безумие, не очень разменялись. Все еще более-менее в целом-то, да? Мы еще наверняка, да, какой-то урон носим другим кораблем солидный. Так что нормально. Но я бы сказал, безумие в том, что мы сюда весь японский флот в итоге тянем. Ну да, здесь много что мы задамажили. Таким образом, ну да, заставляем их очень много сюда перебрасывать. Так, опять делаем приказ. Эти ребята давайте... Ясно, какой-то троллинг классический произошел. Что здесь с приказами намутили они, что они плохо работают. И очередный остров, я даже не заметил, кнопка была нажата все еще. Поэтому они сами уже поехали. Друзья, осталось не так много здесь японских остров. Буквально вот это мы забираем. Возможно, Тайвань даже тоже. И как бы, японцы остаются без вообще контроля Тихого океана практически. И просто посмотрите, как растут цифры уничтоженных зданий. 38 военных, 17 гражданских. просто Германия каждый день лишается, я думаю, десятков, а то и сотен зданий по всей Германии. В Венилюксе тоже мы работаем, ну и во Франции немножко тоже. Как бы, мы видим, где получается. И Советский Союз прям очень прорывается на Балканах. Прям реально очень. А у нас почти готова третья танковая армия. Что ж, эта выставка еще не готова. Как она будет готова, я думаю, мы готовы будем здесь начинать. А эти ребята что-то не торопятся вообще на фронт. Давайте вот так вот попробуем ускорить. Не знаю, насколько это их ускорит. Эти ребята тоже будут готовиться к выставке. Так, ну и у нас очередная танковая армия. Да, первая дивизия задеплоена. Пускай она отправляется в Европу. Итак, здесь начинаем выставку. Сразу давайте флот сюда подводим. Авиация здесь вся работает на присутствии в воздухе. Немножко, наверное, стоит оставить на штурмовиков. Давайте сюда штурмовиков закажем. Они может успеют доехать, надеюсь на это. Да, как будто успеют. Ну и с флотом, с штурмовиками, с воздухом надеюсь мы сможем пробить. Хотя вот эти острова уже выглядят прям реально укрепленными. Так что у нас есть шансы не пробиться. Но выглядит зеленым уже на первых секундах. Это значит, что мы пробьемся. Потому что стат у нас потихоньку растут при выставке. Мы там, кстати, атомные реакторы исследовали параллельно. Если вы заметили. И мы уже очень близки к тому, чтобы к ядеркам подойти. Здесь еще и ЛВТ качнули. Да, мы забираем этот остров. А след за ним, я думаю, мы и Сайпан заберем, потому что мы уже будем не высаживаться, а всего лишь преодолевать пролив. Да. Так, есть там, тем более, еще и дивизии, но не самые лучшие. Прощай, еще одна японская база в Тихом океане. Сейчас мы пойдем вот сюда теперь. Как же это приятно все. И вот так вот. Это... Не, нажал сюда. Чиниться. Ой, здесь, смотрите-ка, мы получаем поинты, только я не знаю, что за то, что мы берем эти поинты, что за это дается. То есть, ну, если бы там какие-то бонусы хотя бы писались, было бы логично. Но пока прям особые разницы, честно говоря, но нам не показывают, по крайней мере. А здесь уже прям какие-то сражения пошли. Опять-таки большие. Ну, по крайней мере, относительно того, какие силы с нашей стороны участвуют. И чуть-чуть осталось до последних двух авианосцев, они появляются, и мы готовимся выступать. И вот он открытый проект сейчас будет делаться, 70 дней. Можем уже ядерные реакторы, хотя там дастся немножко. Но давайте, да, немножко все равно подстроим. Он два года строится. Да, это точно надо начинать делать заранее. Причем... Давайте, сразу несколько построим. Посмотрим, насколько они сильны в этом моде. Я думаю, именно ими, Япония, мы и будем капитулировать. Так сказать, почти что истричны, но на самом деле просто хотелось бы протестить, как это вообще работает. Итак, здесь мы наконец-таки начинаем контратаковать уже. Наши войска доходят наконец-таки до территории. Здесь у нас атака заканчивается. Более того, здесь видите непроходимая территория. Так что, ну, на этом наше, собственно говоря, действие и закончится. И это мы здесь окружим просто какое-то космическое количество японцев по ощущениям. Да. Где-то дивизии сколько? 30. Ну да, здесь еще куча. Здесь 28. Ну да, да, 30-ка там чуть больше. И надо, конечно, вот так вот их всех атаковать прям со всех сторон. Ну да. Они отступают сюда, туда. Здесь мы победили. Здесь наша выстка очередная готова. Давайте будем сейчас тоже ее исполнять. Как бы да, мы отлаживаем на потом, но это не значит, что мы не будем дальше изготать острова, потому что это наша безопасность, конечно же. И здесь наша выстка тоже готова. Я вам хочу сказать, что пора открывать второй фронт. Прекращаем тренировки. у нас здесь есть рядом фронт, плот точнее, они могут дать присутствовать на море. И начинается выстка в Нормандию, так сказать. Причем реально в Нормандию. И давайте, как у нас здесь авиация, давайте ее поставим вот сюда. И сюда мы отправим кто у нас здесь. У нас есть выбор тарных оборудировщиков, есть штурмовики, есть полубные штурмовики, которые мы сейчас настраиваем. Именно они у нас будут основу представлять. Давайте сюда обычных штурмовиков, пожалуй. Вот так, я думаю. И нормально будет. Вообще, кстати говоря, порт, по-моему, не прикрыт. Ну да, так и есть. Немцы к выске вообще не готовы, но что с ним взять 44% промышленности. Чтобы вы понимали, но это, я бы сказал, уже 240-50. Давайте засейвимся здесь и посмотрим потом, наверное, к засейвим, насколько у них в этот момент было сломано военных заводов. И да, мы просто взяли и высадились. Без какого-либо сопротивления. Что ж, пускай сюда теперь выезжают танки. Я не вижу никаких проблем танки накидать. Единственная проблема теоретическая, которая у нас может быть, это снабжение. Но сейчас мы сделаем побольше здесь портов, захватим. И на этом все. Вот эти танки пускай еще немножко подождут, но в остальном не вижу никаких проблем. И здесь тоже зелененькое уже на старте, значит все будет окей. Атака у нас отличная, воздух у нас немножко работает, не сильно достает, но кое-как работает. И эдакий флот нам здесь помогает. Выска союзников в Нормандии. Вот оно. Станет ли это первым шагом к победе и окончанию войны? Соспавнились дивизии Франции. Что ж, окей. И мы уже освобождаем считайте Париж. Давайте бежать. Освобождение Парижа, вот оно. Париж освобожден от немецкой оккупации. Союзные войска вошли в стан лицу Франции и оставшийся там немецкий грязь сдался. Прижарение ликования встречали освободителей прошедших маршем по Елисейских полям. Хотя по слухам немецкие собрали развивается над эльфовой башней. С этой примечательности также не пострадали. Освобождение Европы началось. И очередной остров в нашу копилку. А забавно, что самолет отсюда скорее всего улетает, но в целом в этом есть логика. Они же реально могут улететь, когда поймут, что их захватывают. И вот здесь укрепленный порт, а здесь нет. Но здесь гора оконченная, так что мы идем вот сюда, я думаю. Чтобы у нас три дивизии атаковала. Не знаю, насколько у нас там получится, не получится, там все-таки пятая фортификация, пятое укрепление, вот это вот береговое. Но почему бы не пробовать, почему бы нет. Возвращаются они ремонтироваться, да, окей. Здесь мы останавливаем высадку. А здесь продолжается наше наступление. Смотрите-ка, еще кругвай захотел присоединиться к союзникам. Да, без проблем, ребята, вы только это, только проситесь, я всех приму. Ну и просто, просто душем. Здесь нет никаких дивизий, так что Германия пока что выглядит вообще, ну, неприкрытой. Так, здесь война закончилась, я думаю, отсюда можно вот эти дивизии выводить, пожалуй. А здесь еще в Греции высказались британцы. Восстание в Югославии, видимо. Или что? Как там опять же британцы? вот здесь высадились, прошли? Хороший вопрос. Давайте эти дивизии переходят сюда, они будут помогать сейчас освобождать Италию. Японцы все пытаются в Филиппины подолбиться, но это удачи вам, ребята. Так, наша армия, наш, точнее, флот вот здесь вот готов. Даже должны были к нам два корабля, два авианосца добавятся. вот они не туда почему-то добавились, но ладно. Давайте сюда они едут, наш флот уже переводим пожалуй куда-нибудь вот сюда, в Манилу. Ладно, туда не сможем. А пока что давайте тогда сюда, там чуть поправим. Начнем сейчас здесь вот, ну вот здесь вот я думаю сражаться, так что давайте даже куда-нибудь вот сюда. только блин, едете вы не по правильному маршруту, вот так пойдет. Даже делаю вот такой вот приказ, так почему-то нет, ладно, вроде есть, почему-то не отображаются, что они здесь, хотя вроде должны быть. Здесь пантеры мы встречаем, кстати говоря, но они не заполнены, ну и они нашим шерманам, кстати говоря, даже не чита, видимо, не, там опыт тоже солидный очень, даже больше нашего, просто у нас реально уже лучше танки. Нет, у нас просто куча бафов командира, планирования, разведданные, да, просто очень жесткие бафы уже на данный момент. Так, а нам надо успеть перекрыть здесь все выходы, так сказать, не дать немцам отсюда улизнуть. Здесь все-таки есть какие-то, и надо в теории вот здесь вот как-то успеть пройти, здесь уже, видите, фортификацию есть на Рейнланде, в Рейнланде, точнее, так что надо тоже будет туда еще спрашивать. А здесь, ой, как же больно о Германии. Ой, у нас на 180 дней операция оверлорд, 40 расхода припасов и 10 бонусов к атаке на полгода, да, пожалуй, да. а у нас у нас были еще операции какого-то, так сказать, вот они, черный, коричневый, так сказать, да, вот так вот нам надо, да, против Германии. И поехали, поехали, ух, как же больно, как же больно немцам. Да, время, так сказать, камбэка. Я думаю, операция серебряные штаны Италии тоже можно активировать, потому что мы сейчас итальянцев тоже будем атаковать уже, ну и плюс-минус капать. Давайте вот сюда зарашим. Отлично, и эти морпехи сейчас поедут, скорее всего, сейчас вместе с этим поедут еще и другие морпехи. Итак, здесь идет выстка, там только конь, причем слабый. Работает немножко наша авиация, самое главное занять эту провинцию и тогда да, тогда мы на месте. Сюда сразу можно завести авиацию вот эту бам и начать выбивать вот эту гору. Кстати говоря, не так, что и сложно это будет. У нас нормальная атака, они еще и окруженными считаются. Ну и сейчас авиация сюда приехала. Да. Очередной остров в нашу копилку. 200 только что самолетов умерли в наш флот. Вот что значит вложиться в ПВО. А наш флот здесь начал задание по патрулям по поиску вражеских кораблей. Не уверен я, что мы что-то найдем, но это не то, что мы искали, честно говоря. 100% как-то пока их флота не видно. Ладно, возможно они уже отступили вот сюда. Будем искать. Здесь у нас все отлично и я просто продолжаю рашить пока у нас так сказать рашится. Пока немцы отступают, надо давить, я считаю. Вот мы уже бенелюкс весь освободили и выбиваем немцев прямо домой. Вот я вижу мэн пауэра не хватает. Блин, вот здесь будет десегрегацию полностью отменить. Да, ну давайте уже вот сюда пойдем. Как бы ладно, потерпим некоторые дебафы. У нас все равно экономика шикарная. А теперь все вот эти авиабазы наши осталось только сейчас распределить здесь самолеты. И мы нашли какой-то здесь флот, но это все пыль какая-то. это не то, что мы искали, честно говоря. Давайте наш флот по возможности вот сюда переведем, да? То есть вот мы находим корабли, причем ну немаленькое количество мы их топим. Но наш флот основной не находит. И у нас розетка вся потеряна уже. Неприятно, неприятно. Есть какие-то корабли, но отказываются о них находить. Хотя ну что-то не очень. Находим мы здесь уже прямо в Италию, так сказать. Будем сейчас достопримечательности смотреть итальянские. Здесь войск нету, здесь немцы тоже не успевают ничего особо нормального противопоставить нашим войскам. Ну и мы просто атакуем. У них половина военных заводов просто разрушена. Как бы не умудрено, что такая ситуация. я понял, что нахер эти приказы работают они как кал. В принципе в очередной раз убеждаюсь. Буду я использовать просто обычные вот такие именно генеральские не фельдмаршалские. генеральники кстати говоря Советский Союз будет быстрее. Ну опять-таки историческая тема, но по моим ощущениям намного быстрее все произошло. Так вот эти нет, вот эти пускай останутся на юге. Сейчас распределю всех. Здесь тоже я получил присутствие на море своими защитниками конвоев. Я думаю наш механ можем просто стереть. Да так и есть. хотя слушайте они имели бдевав окружение почему-то внезапно. А ну это город окей. Все равно стирают но не хватает авиации честно говоря там надо было перебросить было бы попроще конечно. Я жил чуть-чуть попроще сражения но ладно опять-таки в город мы атакуем против видимо нормальной дивизии Италии без авиации да так получилось но здесь да просто мы срочный приказ срочный приказ взять Берлин быстрее быстрее советов просто просто летят наши собственно говоря шерманы просто летят так а мы здесь пропустили сражение да произошло вот что в принципе вы все видите мы японский флот просто удалили я так понимаю 4 всего лишь эсминца потеряли да ответ я вот так вот он открылся неужели я все авианосы потерял нет вот они просто повыше спрятались окей отлично мы их удалили раз мы их подперехватили здесь и мы их я так понимаю до удаляем вот здесь вот да ну да причем здесь уже без потерь так давайте вот так вот еще побольше посмотрим еще 7 эсминцев мы там теряли еще 5 эсминцев под конец уже только авиация ну да по моему мы сейчас просто удалили весь флот японцев потеряли мы некоторое количество эсминцев но ага к сожалению для японцев наш флот как бы имеет подкрепление хотелось бы починиться наверное прежде чем продолжать хотя как я думаю можно немножко еще повоевать потому что там у них флот да вот видите мы еще успели его перехватить разочек вот этот еле живой флот позиционирование просто ноль размещение просто 160 господи ну вот видите 10 авианосцев просто делают чудеса какие-то но это все это все флот закончился давайте теперь на ремонт куда-нибудь блин на Гавайи далековато конечно я где-то здесь помню 6 6 вот у нас есть давайте сюда починиться они черт мы не успели первыми ну ладно ладно как бы Берлин пал Германия пала осталась Италия Япония ну как бы очевидно все это уже скоро и блин дождемся я думаю мы дождемся ядерок в следующей серии как я как вы понимаете оставим это уже все да на следующую серию это завершилось полным разгром японского флота немецкой армии капитуляции безусловно германии сейчас мы будем заниматься уже Италией Японии ну и скинем возможно парочку подарков японцам вот с вами ряд был дубэ подписывайтесь если вы еще друг не подписаны вступайте в группу дискорда ссылочка в описании лайки комментарии все ребят как обычно до скорых встреч пока пока